Здравствуйте, уважаемые зрители! Через несколько дней начнется сентябрь, и во всех учреждениях культуры закипит творческая жизнь. Сегодня мы поговорим о предстоящем сезоне в Ленинском мемориале. У нас в студии ученый-секретарь, заместитель директора по музейной деятельности Ленинского мемориала Анна Борисовна Баранникова и музыкальный редактор Ленинского мемориала Олеся Владимировна Фиалко. Олеся Владимировна, наверное, с вас начнем, вам вопрос. Меньше недели осталось уже до сентября, и думаю, что Ленинский мемориал по традиции будет проводить что-то для школьников, какой-нибудь праздник. Обычно День знаний вроде называется у вас. Вот расскажите об этом празднике. Да, действительно, мы сейчас находимся в стадии бурной подготовки ко Дню знаний. 2 сентября Ленинский мемориал откроет двери для всех школьников, родителей, педагогов. Мы приглашаем всех к нам на большой, замечательный праздник. Главным блюдом на нем станет выступление Ульяновского симфонического оркестра. Коллектив готовит праздничную программу, очень разнообразную, от Моцарта до современного композитора Маркеса. Это музыка, которая заряжена на то, чтобы все школьники, все педагоги получили хороший заряд настроения, гениальности, такой праздника. И вот с новыми силами, с новыми эмоциями начали новый учебный год. Также в этот день будет замечательный розыгрыш подарков, лимонадная дискотека. Словом, все то, что школьники любят. Веселье, радость. Замечательное начало нового учебного года и нового месяца, новой осени. Ну и буквально через несколько дней после Дня знаний уже будет День города. Да. И там тоже, наверное, праздник. Да, 8 сентября мы вместе с нашими коллегами из музея готовим совместный проект. Он называется «Один день в Симбирске». Участие в нем примет Ульяновский оркестр русских народных инструментов. А, наверное, о содержательной части расскажет Анна Борисовна. 8 сентября мы представим проект, посвященный 150-летию приезда семьи Ульяновых в Симбирск. Именно в сентябре 1869 года они приехали в наш город. И этот проект память об этом дне. Поэтому приглашаем всех принять в нем участие, узнать, как они приехали, при каких обстоятельствах, благодаря какому событию они приехали в наш город и так круто изменили судьбу нашего города. И хотела бы дополнить, Олеся Владимировна, по 1 и 2 сентября музей открыт и 1 и 2 сентября для школьников, не только для первоклассников, но и для школьников. 1 сентября мы проводим очень много мероприятий не только для самих школьников, но и для их родителей. Мы организуем такой проект, который называется «Родительское собрание для неравнодушных родителей». Там можно будет встретиться не только с музейными сотрудниками, которые расскажут о традициях воспитания в семье Ульяновых, посетить различные мастер-классы. Можно будет посетить врача, который расскажет, как лучше подготовить ребенка к новому учебному году. И посетить психолога, который расскажет, каким образом ориентировать ребенка на какую-то определенную профессию, как его подготовить, как помочь ему, когда ребенок перестраивается от каникул к тяжелому учебному графику. И очень много, конечно, будет самых разных мастер-классов, музейных занятий. Вся программа полностью представлена на сайте Ленинского мемориала. То есть и 1-го и 2-го сентября все, и врачи тоже будут работать? 1-го сентября родительское собрание, где есть и врач, и психолог работают. 2-го сентября это больше праздник первоклассника и более такая программа развлекательная. А 1-го сентября более серьезные есть мероприятия, в том числе и для родителей. Я советую всем посмотреть программу на сайте Ленинского мемориала. Спасибо. Ну а какого числа состоится открытие концертного сезона? Какой он по счету? Кто выступит в этот вечер? Мы открываем 76-й концертный сезон. Это событие состоится 17 сентября. Мы ждем выдающегося российского пианиста, звезду мирового масштаба, народного артиста России Николая Луганского. Он впервые выступит в Ульяновске. Это большая удача для нас, потому что звезды подобной величины обычно имеют гастрольный график, расписанный на несколько лет вперед. И вклиниться в этот график очень сложно. Но нам повезло, и мы с большим нетерпением ожидаем его выступления. И очень радостно для нас, очень ответственно, что Николай Луганский будет играть вместе с нашим симфоническим оркестром. Все-таки пианист такого уровня мог и не согласиться играть с оркестром, потому что это требует репетиции, сыгрывания. Это требует определенного очень высокого уровня коллектива. Но к нашей радости, к нашему счастью наш коллектив, конечно, отвечает таким высоким требованиям. И поэтому вместе с оркестром Николай Луганский исполнит второй концерт Прокофьева. Очень интересное произведение. Такое сочетание авангарда, немножко хулиганистости и такой очень непосредственной юношеской лирики, которая, в принципе, характерна для Прокофьева, очень светлого, очень солнечного, радостного композитора. Ну, радует, что в новом сезоне ульяновцы все чаще смогут слышать орган уже в стенах Ленинского мемориала. Как это стало возможным? Откуда там орган появится? Действительно, мы начинаем новый интересный проект «Орган в Ленинском». Это название нового абонемента. Орган будет звучать на сцене Большого зала Ленинского мемориала. Это становится возможно благодаря современным технологиям. Век цифровых технологий коснулся и такого инструмента, как орган, которому уже много веков. И благодаря компьютеру, благодаря электронным технологиям становится возможным существование передвижных электронных органов. В нашем зале будет звучать американский электронный орган «Хауптверк». На нем будет выступать народный артист Башкортостана Владислав Муртазин. И особенность этого органа заключается в том, что его компьютерная память содержит запись звучания настоящих органов. То есть записывается звучание каждого тембра какого-то конкретного исторического органа, который существует, например, в городе Франции, Голландии или Германии. Это хранится в памяти, и органист, выбирая тот или иной орган, может представить его звучание в любом концертном зале. Например, в сентябре на первом концерте этого абонемента наш слушатель услышит сразу три органа. Французский, голландский и немецкий. Возможно ли такое на обычном органе? Нет, невозможно. Мы можем слышать только звучание одного органа. А здесь мы имеем уникальную возможность насладиться сразу несколькими органами в этом абонементе. Ну и плюс интерес этого абонемента в том, что в нем принимают участие другие музыканты. Например, в ноябре на фестивале музыки «Осенние гастроли» вместе с органом выступит контртенор Артем Крутько, солист Мариинского театра. Это уникальный голос, контртенор. Он похож по звучанию на женский голос, на альт. Но он такой более насыщенный, более бархатистый. И это очень редкий мужской голос, который услышать, это большая, конечно, удача и большое счастье. Ну, Ленинский мемориал, как мы уже сказали, как все поняли, что это необычная структура, объединяет и музыкальную жизнь, и выставочную. Анна Борисовна, какие новые выставочные проекты увидят ульяновцы в сентябре? Ну, в сентябре, в октябре они как бы продолжают работать. Из тех выставок, которые новые, вновь открываемые, привозные выставки, не наши выставки, а выставки наших партнеров, мне бы хотелось отметить выставку Музея Чапаева, Чебоксарскую, которая откроется 4 сентября, к столетию со дня гибели Василия Ивановича. Мы приглашаем посетить эту интересную выставку наших партнеров. 30 августа мы открываем персональную выставку Аркадия Ягуткина, знаменитого ульяновского художника. А уже в октябре можно будет посетить выставку Женщины-герои, в которой мы открываем серию мероприятий к 75-летию Великой Победы. А сезон мы открываем вместе с филармонией 17 сентября. Наша выставка «Мемориал над Волгой» и посвящаем ее 50-летию нашего любимого Ленинского мемориала. Это будет фотовыставка, которая запечатлела 50 лет жизни Ленинского мемориала, события знаковые, период его строительства. То есть всю его жизнь, знаменитых гостей, то есть это более 70 фотографий и подлинные экспонаты, которые дополнят фотовыставку. Вместе с филармонией мы откроем сезон именно этой выставкой, собственной экспозиционной выставкой. Наверное, будут работать и еще какие-то другие выставки для школьников. Будет, что ли? Для школьников продолжает работа уже открытая выставка «Советская школа» будет работать. Открыта выставка «Подарки» Ленинского мемориала, вновь созданная. Открыта выставка «Раритеты» Ленинского мемориала, на которой представлены уникальные макеты, которые находились в постоянной экспозиции. Сейчас мы сделали выставку и дополнили ее новыми экспонатами, собрав ее абсолютно иначе. Для школьников будут действовать и абонементы программы, самые различные. В том числе делаем новую программу «Трудные вопросы истории» для старшеклассников. Берем те темы, которые, как правило, вызывают затруднения всегда у школьников. И с помощью музея раскрываем вот эти сложные вопросы истории. Олеся Владимировна, как правило, осенью коллективы любят выезжать на гастроли. Филармонические коллективы куда-нибудь поедут в этой осенью? Замечу, что и не только осенью, на днях Оркестр русских инструментов вернулся из Чебоксар, где он принимал участие в праздновании Дня города. Сейчас идут переговоры о том, чтобы Оркестр русских инструментов поехал в Петербург. Там будет очень интересное событие. Огромный сводный оркестр и хор будет под управлением Валерия Гергиева исполнять российский гимн к 75-летию со дня первого исполнения гимна Александрова. Мы очень надеемся, что у нас коллектив полетит в Петербург и примет участие в этом событии грандиозном. А когда это произойдет, этот сводный хор? 2 сентября, если не ошибаюсь. Но так, конечно, такое наше главное гастрольное событие осени — это ноябрь, это фестиваль музыки «Осенние гастроли», когда мы у себя принимаем приезжих не только музыкантов, но и деятелей искусства. Например, к нам приедет народный артист России Сергей Шакуров, замечательный актер, очень известный, очень харизматичный. Вместе с симфоническим оркестром он исполнит сказку для детей «Тим Таллер» или «Проданный смех». А для такой уже взрослой публики ко дню народного единства прозвучит моноспектакль по поэме Пушкина «Полтава». А Ульяновский симфонический оркестр в ноябре поедет на гастроли. Главное событие гастроли, которое охватит центральную часть России, — это выступление в главном концертном зале нашей страны, в концертном зале имени Чайковского Московской филармонии. В этом году Ульяновский симфонический оркестр с программой из музыки Чайковского вошел в один из абонементов Московской филармонии. И 12 ноября выступит в этом легендарном зале вместе с известным скрипачом, заслуженным артистом России Никитой Борисоглебским. И вот в рамках этого гастрольного тура также состоятся концерты в Костроме, в Вологде и в Нижнем Новгороде. И интересно, что в тот день, когда наш оркестр будет играть в Нижегородской филармонии, оркестр из Нижнего Новгорода выступит у нас. То есть такое действительно обменные гастроли, когда коллективы, можно сказать, срываются с места, и слушатели получают возможность увидеть, какой, например, оркестр существует в другом регионе, познакомиться с ним, с его традициями, с его звучанием. Конечно, это интересно посмотреть. — Но 76-й концертный сезон не заканчивается этим годом. Он продолжается в 2020 году. И уже в марте стартует по традиции международный музыкальный фестиваль «Мир, эпоха и имена». Ну, какой он по счету, и когда он начнется, кто к нам приедет, сколько будет идти? Вот тоже об этом расскажите, пожалуйста. — Фестиваль пройдет в Ульяновске в 58-й раз. — Да, скоро мы снова движемся к юбилею. И в этом году, конечно, мы фестиваль посвящаем двум главным юбилейным датам нашего региона — 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ульянова Ленина и 50-летие со дня открытия мемориального центра в нашем городе. Фестиваль начнется 1 марта и продлится до дня рождения Владимира Ильича, до 22 апреля. Откроет в фестивале театр танца «Байкал» с уникальной программой, которая включит монгольские танцы, монгольское пение. Программа называется «Блеск Азии». Очень яркая, красочная. — Они впервые у нас. — Да, они будут у нас впервые. Посетит Ульяновск ансамбль танца Игоря Моисеева, это будет уже в апреле. Среди гостей фестиваля также лауреат 15-го конкурса имени Чайковского, пианист Дмитрий Маслеев. Такой триумфатор конкурса имени Чайковского, не этого года, а, получается, 4 года назад конкурс. Каждые 4 года проходят. Среди приглашенных также знаменитый джазовый трубач Вадим Эйлин Крик и его группа. Группа «Кватра» — такая будет программа в стиле классикл-кроссовер с популярными композициями, которая как раз состоится 16 апреля, спустя 50 лет, с тех пор, как открылся Ленинский мемориал. А 22 апреля, в день рождения Владимира Ильича, на закрытии фестиваля, выступит самый главный гость фестиваля. Без сомнения, самый главный — это Российский национальный оркестр под управлением народного артиста России Михаила Плетнева. Программу мы пока не знаем, но ждем, что, конечно, будет феерический концерт, который навсегда останется в нашей памяти, и будет одним из тех больших знаковых событий, которых в истории Ленинского мемориала на самом деле очень много. Ну, мы ждем с нетерпением, конечно, фестивали, много всего там, и хочется посмотреть. Я думаю, и откроется выставка в рамках фестиваля какая-нибудь. Да, традиционно два последних фестиваля мы открывали выставки, которые были посвящены великим лидерам. «Люди, изменившие мир» первые два года назад. Это были Хошимин, Мао Цзэдун. В прошлом году это были символы эпохи Нельсон Мандела, Эрнесто Че Гевара, Фидель Кастро, Кемаля Татюрк. В этом году, поскольку это год 150-летия Владимировича Ленина, мы решили, что человек, изменивший мир Ленинского мемориала, будет только один, наш герой — Владимир Ленин. И мы открываем большой выставочный проект, мы разделили его на три части, он будет открываться в течение года, и последняя часть откроется действительно во время фестиваля «Мир эпох и имена». Первая часть, которую мы откроем в ноябре, выставка сама будет называться «Ленин от первого лица». Мы попытаемся рассказать современным языком о нашем герое, показать, какой это был человек интеллектуальный, разноплановый, глубокий, интеллектуальный, изменивший действительно мир. Первая часть открывается в ноябре, называется «Ленин от первого лица о личном». Здесь мы рассказываем о семье Владимира Ильича, о его влечениях, о том, каким он был человеком. В январе, к Дню памяти Владимира Ленина, мы откроем вторую часть, которая называется «Ленин от первого лица. Сложность внутренней жизни». Там мы рассказываем о Ленине не только как о революционере, пламенном ораторе, но и как о глубоком ученом-экономисте, философе, политологе, социологе, то есть самых различных гранях его таланта. И последняя часть, которая откроется в марте, к фестивалю, это «Ленин от первого лица. Практик революции». Как раз мы будем рассказывать о том, как создавалось советское государство, какой вклад он внес в создание революционной идеологии. То есть это три больших части, которые соберутся в единую выставочную экспозицию именно к моменту открытия музыкального фестиваля. Ну и этот проект будет, наверное, долго работать. К юбилею как раз полностью можно посмотреть уже далее. До лета, наверное, да? Да, этот проект останется работать до лета, но немного зависимо от тех обстоятельств, которые будут летом соответственно. Ну, традиционно вы много внимания уделяете сотрудничеству с социалистическими странами. Они, наверное, тоже к юбилею Ленина что-то вам предложат. Да. Что будет? У нас есть партнеры, с которыми мы работаем достаточно давно. Это Китай, Вьетнам. Недавно мы стали работать. Совсем вот последний год мы начали сотрудничество с кубинскими музеями. Совсем неделю назад мы вернулись с открытия выставки из Китая, из города Шаошани, где с большим успехом мы открыли выставку детского рисунка Ульяновской Родины Ленина. С нашим партнером музеем-мемориалом Мао Цзэдун у нас подписано соглашение, и в следующем году мы открываем два новых проекта. Это Шаошани, Родина Мао Цзэдун, выставка детского рисунка, который привезет в Ленинский мемориал китайский музей, пока ориентировочно речь идет о марте 2020 года. И они ждут от нас ответный проект к юбилею Владимира Ильича Ленина. Они мечтают, что в апреле мы открыли выставку именно у них в музее. Они предоставляют для этого достаточно большое пространство, перестраивают постоянную экспозицию музея, и мы открываем там выставку «Ленин. Время». Такую же выставку «Ленин. Время» мы готовим и для Вьетнамского музея. У нас уже подписано соглашение, а в ответ от них мы ждем выставку о Хо Ши Мине. Хо Ши Мин и Ленин, они расскажут о том, как идеи Владимира Ленина повлияли на современную Вьетнам. И сейчас тут переговоры с кубинскими музеями. Уже достигнуто соглашение с музеем Эрнеста Чекивары в Санта-Кларе тоже о экспонировании нашей выставки к юбилею Владимира Ильича Ленина на Кубе. Наверное, к юбилею готовятся какие-то издательские проекты. Ленинский мемориал готовит сразу несколько типов проектов. То есть это и выставочные проекты, о которых я уже рассказала, собственный экспозиционный проект, который будет представлен в Ленинском мемориале «Ленин от первого лица». Это и выставочные проекты, которые мы представим в других музеях, прежде всего в зарубежных, это «Ленин и время». И кроме выставочных проектов, да, мы готовим издательские проекты. Это альбом о Ленинском мемориале. И открываем серию изданий о коллекциях Ленинского мемориала, которые мы назвали «Золотой фонд Ленинского мемориала». В этом году мы готовим к изданию коллекцию живописи, уникальную коллекцию живописи, в которую входят более 300 живописных полотен. Это будет каталог наших работ с описанием, с красочными иллюстрациями. То есть такой действительно достойный коллекция, который будет представлен в следующем году. И мы планируем продолжать эту серию. Но кроме этого мы разработали два больших, ну, в советское время сказали, вы, наверное, лектория, но это такие серии лекций, серии встреч. Первая серия встреч — это встречи перед концертом, которые носят научно-популярный характер вести. Эти встречи будут наши лучшие сотрудники, экскурсоводы. Это Людмила Ивановна Бенгина, сотрудник экспозиционного отдела, и блестящий сотрудник Дома-музея Ленина, лучший экскурсовод 2019 года, победитель конкурса профессионального мастерства Шалёва Вольга Владимировна. То есть перед каждым концертом слушатели филармонии и посетители музея будут иметь возможность посетить встречу перед концертом с научным сотрудником, который называется «Немодный ныне Ленин. Феномен XX века». Да, он немодный, но он очень интересный. И мы открываем серию профессиональных лекториев, продолжая нашу традицию. Уже не первый год работает лекторий в Ленинском, говорят историки. В этом году мы его назвали «Слово-историку. Ленин. Феномен XX века». И представим лекторов не только работающих в Ленинском мемориале, но и тех, увлеченных в темы Ленина, которые работают и не в Ленинском мемориале. Помимо наших знаменитых Валерия Александровича Перфилова, Валерия Николаевича Кузнецова, лектория откроет сотрудник, который недавно стал работать с нами, Надежда Валерьевна Липатова, кандидат исторических наук, откроет этот лекторий блестящей лекции «Короткий XX век». Также воспитка Ачкина Татьяна Борисовна, знаменитый специалист, наш тоже историк, она расскажет о бренде Ленина. Это как раз лекция будет запланирована на апрель. И также две большие такие линии серии мероприятий мы открываем, связанные с презентацией книг о Ленине и с обсуждением этих книг. Презентации книг будут называться «Линия жизни Ленина». И там мы представим книги как авторов ульяновских, например, Вячеслав Николаевич Егоров недавно выписал новую книгу о Ленине. Готовится новая книга коллектива авторов «Ленин. Новая страница к известному». Такое историко-документальное издание архива в библиотеке Ленинского мемориала и музея-заповедника. Она тоже будет представлена на нашей площадке. И дополнено это будет встречей именно с читателями. Ведь книга – это не только взгляд автора, но и взгляд читателя. Каждый иногда видит книгу автора немного по-другому. У него возникают какие-то мысли, какие-то интересные сюжеты, которые действительно было бы интересно обсудить. И мы открываем дискуссионный клуб, который называется «Владлин лайф», на котором будем обсуждать такие интересные книги. То есть это такой читательский клуб, где профессиональные точки зрения будут пересекаться с точками зрения обычных читателей. Я думаю, что это достаточно интересное мероприятие. То есть у нас такая очень большая программа, посвященная именно 150-летию Владимира Ильича Ленина. Очень насыщенная. Очень насыщенная, да. Мы работаем сейчас очень много, поскольку заявка сделана очень большая. Мы должны соответствовать этому. Вообще следующий весь год будет посвящен трем датам. В Ленинском мемориале, я думаю, не только 150 лет Владимиру Ленину, это 50 лет Ленинского мемориала, и, конечно, 75 лет Победы. Спасибо большое, Анна Борисовна, Олеся Владимировна. Мы пробежались так по году, но я думаю, мы будем встречаться и в течение года, и более подробно уже останавливаться на тех или иных проектах. Спасибо. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова